Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию. Виноградар и виноделка призвания. С нами все это понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим об особенности в брожении вин на мезге. Какие там есть нюансы, сроки, ну и некоторые секретики тоже, как всегда, вам расскажу. Итак, что такое брожение на мезге? Это брожение винограда на шкурках, косточках и всем остальным. Может быть с гребнями, может быть без гребней. Тут мнения виноделов очень сильно расходятся. Кто-то считает, что правильно только с гребнями. Кто-то считает, что гребни надо отделять, но не тема нашего сегодняшнего разговора. Итак, это брожение на шкурках. Можно сбраживать на шкурках как красный виноград, так и белый. Хотя у многих ассоциация, что на шкурках только красный виноград, а белый только по белой технологии. Нет, на самом деле, сегодня очень набирает популярность такой тип вин, как оранжевые вина. И это как раз таки белое по красному. Поэтому хотите такие, хотите такие, пожалуйста, можно сбраживать любые вина. Дальше, что очень хорошо при таком брожении? Это его быстро запустить. Чем быстрее мы его запустим, тем лучше. Мы не берем какие-то отдельные технологии, типа холодной мацерации. Мы берем такой более-менее классический метод. Чем быстрее запускаем, тем меньше там возможности размножаться всячески непотребным микроорганизмом. Как это сделать? Заранее делаем закваску. В случае, если у нас закваски нет, мы ни к чему не готовились, тогда, вот после того, как мы ягоду подробили, накрываем ее пищевой пленкой. Вот так это выглядит на практике. Для чего мы это делаем? Для избегания лишнего контакта с кислородом, для избегания окислений. Особенно это касается вина с белого винограда. С красным не все так страшно, но лучше это сделать. Если не сделать, то, конечно, ничего критического, но, повторю еще раз, лучше. Итак, дальше. На мисгу надо мешать. Мешать как минимум два раза в день. Если она еще не забродила, мы ее просто перемешиваем. Вот помешали, пленочкой накрыли, пока не поднимется шапка. Если добавляли закваску, то там сильно можно ничего не делать, потому что, как правило, часов через 12 у вас уже все забраживает. То есть закваски можно использовать скульптурное дрожжи, кто хочет их использовать. Итак, следующий момент. У нас поднялась шапка. Капотная, да? Эту шапку обязательно два раза в день перемешивать. Причем не просто перемешивать, а шапку топить в сусле. В ином случае вполне вероятно появление плесени на поверхности мисги. А это плохо. Что делать в таком случае? В общем, аккуратно вот эту вот мисгу с плесенью снимаем. Остальное топим и работаем дальше, как обычно. Вот она шапка. Здесь просто кое-что добавляли, поэтому на это не обращаем внимания. Вот она шапка. Во время брожения на мисге, вот у нас шкурки, часть косточек поднимаются, да, образуют шапку. Идет разрушение мякоти и отделение сока. Вот, смотрите, мы когда перемешиваем, вот, вот, мы топим у нас губы в сусле. И даже если первоначально вам кажется, что сусло слишком густое, оно похоже на кашу, то после начала бурного брожения, после того, как шапка помялась, уже вы четко видите границу сок и шкурки. Поэтому не надо бояться густых сусел. Все с ними будет хорошо. Поверьте, в промышленности кое-где специально ягоды увяливают и делают вино практически из изюма. Никто туда ничего не добавляет, вот это перетирает. Да, если так бродите, оно бродит. Потому что все нормально. Не надо этого бояться. Вот так вот перемешиваем. Сверху чем-то закрываем. Обязательно, чтобы сюда не прилетали плодовые мушки, чтобы сюда ничего не попало, никакие почки, жучки. Вот мы используем такие пластиковые ведра, пластиковые крышки. Крышка не герметичная, поэтому лики сюда спокойно уходят. Можно даже есть такие специальные ведра с затвором. Можно их использовать, если вам это удобно. Иногда маленькие ведра я просто тазиком сверху накрываю. Тоже удобно, никто туда не вылезет. Ну, можно тряпочкой прикрывать. Ну, по тряпочке все равно где-то кто-то может. Любые крышки. Следующий момент температура брожения. Все зависит от того, какие вина мы делаем и какие вина мы хотим получить. Как правило, если мы работаем с красным виноградом, то это 25-30 градусов. При этом нужно учитывать, что в процессе брожения идет выделение тепла и все разогревается. И чем больше у нас емкость, тем больше она разогревается. Маленькая емкость имеет большую поверхность контакта с окружающей средой, поэтому там разогрев будет минимальный. Так вот, если мы хотим красное, насыщенное, такое плотное вино, то мы стараемся придерживать температуру 25+. Свыше 30 нежелательно, потому что в таком случае дрожжи могут просто погибнуть, ему же слишком тяжело работать при таких температурах. Если мы работаем с белым виноградом, то в таком случае желательно температуру около 20, даже на самом деле около 15. В промышленности придерживаются до 20, но дело в том, что там большие объемы и охлаждение это очень дорого. Это не просто дорого, это очень дорого, поэтому там ближе к 20. Но в общем-то считается, что чем ниже температура, тем более тонкое, нежное, элегантное вино получается. Но опять же мы смотрим по нашим возможностям. Еще такой момент, гибридные сорта. Что такое гибридные сорта? Вот кратенько, это все родственники Альфы. Изабелла вот с этим изабельным ароматиком. Их тоже желательно сбраживать при более низких температурах. Может им не надо 15, но вот в районе 20-22 вполне будет хорошо для них. То есть температурой мы несколько регулируем. Плотность, грубость, тяжелость конечного продукта. Дальше сколько держать на мезге? Вот сколько хотите, столько и держите. Все зависит от того, какой результат вы хотите получить в конечном итоге. Здесь нет какого-то четкого правила, что только так, либо только так, либо только так. Сколько хотите. Чем дольше держим, тем более насыщенно. Чем меньше держим, тем менее насыщенно. Если хотим тоненькое, легенькое вино, особенно из белых сортов, можно подержать буквально день-два. В процессе брожения на мезге мякоть винограда разрушается, и нам гораздо легче отделить сок. То есть увидели, шапка поднялась, уже четко идет расслойка в баке, где сок, да, а где у нас вот эта шапка. Все, можно уже с мезги снимать. И наоборот, хотим плотно, насыщенно даже с белых сортов. Пожалуйста, держите, там, в принципе, 10 и 20 дней считается, что пока шапка не упадет. Вот когда она начинает падать, тогда нам надо уже с мезги снимать, либо обеспечивать уже защиту от кислорода. Потому что пока у нас идет бурное брожение, сусло защищается углекислым газом. Он тяжелый, он находится над поверхностью. Как только брожение начинает сильно замедляться, все, мы снимаем, либо придумываем, как защищать. Ну, смотрите, еще какой нюанс. В учебниках описано, что вот после 10 дней уже процессы экстракции, то есть извлечения всех красящих, ароматических и вяжущих веществ из виноградной ягоды, идут не так сильно, не так интенсивно. И кое-какие процессы уже назад мезга начинает на себя забирать. Поэтому, в принципе, больше 10 дней, может быть, и нет смысла держать. Но, опять же, мы должны понимать, что брожение может идти разное количество времени, в зависимости от температуры, в зависимости от химического состава сусла. Поэтому мы можем ориентироваться так. Хотим плотное, насыщенное, ждем, пока шапка упадет. Хотим более легкое, тонкое. Тут уже все в ваших руках. Самое главное в этот момент не забывать утапливать вот эту самую шапку. И еще, смотрите, даже если вы хотите плотное, насыщенное такое вот тяжелое вино, но ваша ягода была не до конца дозревшая, у нее была зеленоватая косточка, вы когда ее жевали, вы чувствовали такой травянистый тона в шкурке, не держите долго. Потому что вот эти травянистые тона, они уйдут в ваше вино. Если же мы шкурку жевали, там у нас все классно, приятная ароматика, все хорошо, косточка коричневая, пожалуйста, можно держать долго. То есть вот на эти моменты тоже обращайте внимание. По времени мы учатем два параметра. Наши желания и наши возможности. Приоритет, наши возможности, а точнее характеристики исходного материала. Но, конечно, у новичков может возникнуть вопрос, а как мне понять, я еще не знаю, что я хочу. Я еще вообще делаю это первый раз. Как и на что мне ориентироваться? Опять же, пробуйте ягоды. Смотрите, особенно в красных сортах, вот если вы чувствуете вяжущие такие, да, тяжелые вещи, а вы не любите этого вини, держим меньше. Если вы чувствуете, что ягода такая вкусненькая, шкурка вкусненькая, какие-то вишневые, еще какие-то, и вам приятно, плюс ягода созрела, можете подержать дольше. Можете в процессе пробовать, но поймите такую вещь, что на какие-то вещи мы можем ориентироваться, но со временем они будут меняться. Вот это тоже важно понимать, что пробовать можно, пробовать нужно, но это как бы не гарантия 100% результата. Опять же, если совсем не знаете, совсем боитесь, да, чего да как, поддержите дня 4. При хорошей спелой ягоде, потом снимите с мезги, вот первый год вы посмотрите, попробуйте, как ваше вино, причем пробуйте не сразу, вот не после окончания брожения, потому что в тот момент очень многие вина, они такие несбалансированы, и есть ощущение разбавленности водой. А вот когда вы попробуете после Нового года, ближе к весне, вот тогда вы уже сможете оценить весь этот спектр ароматов, да, спектр плотностей, и тогда уже на следующий год принимать для себя решение, ага, я хочу еще насыщеннее, либо нет, мне вот, ну, многовато, я хочу меньше. То есть здесь только опытным путем, потому что вам это надо самим прочувствовать на ваших вкусовых рецепторах. Итак, вот решили мы снимать с мезги, как снимать, вариантов есть много, ну, самый простой, вот сейчас я вставочку вам небольшую сделаю. Итак, вот наше сусло, до снятия мы его не мешаем хотя бы несколько часов, чтобы шапка все-таки держалась сверху. Самый простой способ, аккуратненько, дружно очком, мы вот эту шапку забираем в какую-то другую ленточку. Самую гущу. У нас немного сусло потом. Самую основную гущу мы сняли, а теперь вот это просто процеживаем через дуршлаг. В идеале можно, конечно, использовать любой бытовой, но если мы будем использовать какие-то еще дополнительные ткани, специальную фильтровальную, либо любую просто чистую ткань, то сусло у нас выйдет чище. Мы используем пресс, но, как я уже сказала, это может быть обычный дуршлаг. Теперь смотрите, вот это можно по, ну, как бы, мере ваших сил просто ручками отжать. Все. Будет у вас чистое снятие сусла с мозги. Пользоваться фильтровальными тканями я вам рекомендую. Нет фильтровальных тканей, но возьмите какую-то чистую простынку, там, не знаю, тряпочку, то, что у вас есть. Для чего? У вас будет меньше осадок, у вас будет чище сусло, потом и вам с ним будет проще работать. Если мы просто снимаем через дуршлаг, у нас потом может вот и столько в бутыле такого грубого осадка. Кусочки шкурок, кусочки мякоти, все вот это. Если мы аккуратненько снимаем через какую-то ткань, то сусло у нас гораздо чище, оно гораздо проще осветляется, осадка меньше, ну, получается более красиво. Хотя здесь уже, конечно, на ваш выбор. И хотя тема нашего сегодняшнего разговора это все-таки особенность брожения на мезге, но пару слов я скажу о том, что же делать дальше. Потому что у многих с этим вопросом. Смотрите, мы снимаем с мезги, заливаем в бутыль примерно на две трети и ставим под затвор. Если мы лежали на мезге до последнего, когда она у нас практически упала на дно, то бутыль мы можем заливать практически под самый верх. И в этот момент у нас брожение уже может почти не идти. Перчатка не надувается, затвор там еле-еле что-то. Это нормально, у вас уже практически все отбродило. И в принципе, когда мы снимаем с мезги, у нас может быть, да, бурное брожение, пена машет в перчатке, затвор и булька, вот все очень весело и бурно. Вот если мы мало держали, если мы держали дольше, то процессы будут замедляться, это абсолютно нормально. И еще очень важно всем понимать, что брожение, оно не идет равномерно. Оно сначала идет бурно, а потом замедляется, замедляется, замедляется. И часто вот в момент снятия с мезги брожение будет таким замедленным. Опять же, перчаточки еле-еле, затворчики еле-еле, даже если, казалось бы, у вас там была такая большая шапка, кому-то даже кажется, что сусло не бродит. И смотрите, на что еще ориентироваться, на поверхность сусла, если там есть пенка, если там есть такие островские пенки, как будто сленки, все брожение идет, оставьте ваше вину в покое, не надо ничего делать, не надо сыпать сахар, ничего, ставьте куда-нибудь в темный уголок все и подходите к нему как можно меньше. Если же совсем поверхность сусла гладкая, да, и затворы молчат, ну тоже дайте ему пару дней постоять. Конечно, в идеале в таком случае долить емкость доверху, потому что это говорит о том, что брожение не идет, и нам нужен как можно меньше контакт с кислородом. Понимаем, что зеркало, поверхность, да, если мы налили в бутыль, неважно, там на 2-3, на половину у нас будет вот такое зеркало, если мы налили под горлышко, у нас вот такое зеркало поверхности, а контакта с воздухом. Вот это надо сделать, но все равно поставьте какой-то затвор, либо перчатку плотненько натяните, еще пару дней подождите, понаблюдайте. Мы будем говорить об этом отдельно. Сегодня было про мизгу, поговорили, обсудили, надеюсь, вам было полезно. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео, ссылка на целый плейлист по домашнему виноделию, а также ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!